Железная дорога – зона повышенной опасности, особенно для детей и подростков. В Самарском педагогическом университете для студентов прошла лекция о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта. Особенно важно донести информацию до тех, кто приехал учиться в город и сельской местности, где нет железной дороги. В сентябре у нас обвал протоколов идет на студентов колледжей, училищ, техникумов, которые приезжают в Самару и начинают куролесить на железной дороге. Это очень страшно. Это и проложат под поездом, это и носятся от контролеров по электричкам, это и бегут, спрыгивая с платформы, несмотря на то, что идет формирование состава и мчатся поезда. Поэтому, чтобы сохранить детские жизни, это на нашей совести. Мы решили обратиться к учителям, молодым учителям, которые только начинают свою деятельность, чтобы они на практике доносили до этих детей. Алла Нечесова, специалист линейного управления ВДРС на транспорте, рассказывает, сама, будучи студенткой, спасла жизнь молодому парню, уснувшему на ЖД-путях. В тот случай и определил выбор ее будущей профессии. Сейчас Алла проводит разъяснительную работу с детьми, подростками, чтобы предотвратить несчастные случаи. Говорит, происшествия случаются, когда несовершеннолетние делают эффектные, но опасные селфи на ЖД-путях. Переходят железную дорогу в неположенном месте, разглядеть и услышать приближающийся поезд. Им мешают наушники и капюшон. Узнала и подтвердила очень много полезных знаний, как обращаться с детьми во время каких-то поездок, экскурсий. И, безусловно, все правила будут применены в дальнейшем, так как это очень нужно и важно. Будущие педагоги познакомились с сигналами семафора, узнали, как правильно переходить ЖД-пути. А для подкрепления полученных знаний им вручили памятки. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.